Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 13 сентября, день Киприана, назван в честь святого священномученика Киприана, епископа Карфагенского. В юные годы он был язычником и работал юристом. Осознав свое истинное предназначение, пришел к правильной вере. В итоге он стал искусным богословом и большую часть своих сочинений посвятил вопросам отступничества и причинам, которые его вызывают. Киприана считает создателем канонического учения о единстве церкви и первым африканским епископом-мучеником. В народе этот день называли журавлиным вече. Считалось, что сегодня журавли собираются на лугах и решают, куда им отправиться на зимовку. Сегодня собирали урожай корнеплодов – свекла, картофель, морковь и клюквы. В народе существовало мнение, что клюкву нельзя собирать раньше этого дня. Это могло навлечь беду на человека. Мол, женщина может стать бесплодной, а мужчину нечистая сила сведет с ума. Либо нечисть просто может человека в болото затянуть. Первый за клюквой в этот день отправляли человека, родившегося сегодня. В народе существовало поверье, что он должен знать места, где растет много клюквы. Из собранной клюквы готовили начинку для пирожков, варили кисели и варенье. Приметы. Если сегодня журавли курлычут и летят по небу неспешно, осень будет теплой и затяжной. Если журавли летят на юхне клином, а поодиночке – это к неурожайному году. Сегодня у нас в гостях о целебной кулинарии заслуженный артист России Карен Аунисян. А сам он, знаете, как себя называют? Артист-юморист. Ну да, артист, разговор жанра. Всем сразу ясно и понятно. И в этом сущность человека. Он не хочет выделяться, но в то же время он хочет показать свой веселый нрав и свое легкое отношение к жизни. Все правильно, Геннадий Петрович. А вот с чем вы к нам пришли? Я вижу тут мясо. Геннадий Петрович, я хочу сегодня вместе с вами приготовить замечательное блюдо. Я скажу, у меня есть свой такой, знаете, корыстный интерес, потому что это мое самое любимое блюдо. Называется оно хашлама. А что оно в переводе означает? Ой, в переводе я, честно говоря, не могу перевести. Я знаю, что это старинное армянское блюдо. И я знаю, что есть много рецептов в приготовлениях хашламы. Есть, например... Я чувствую, у вас аж слюнки побежали. Я в ожидании, когда мы начнем это все готовить. Ну давайте. Ингредиенты у нас уже готовы. А какие ингредиенты? Что в основном сюда входит? Ну, без мяса баранина, естественно, у нас ничего не получится, самое главное. Мясо баранина. Причем ребрышки, обязательно должны быть ребрышки, это очень вкусно. И чтобы ребрышки еще молодого ягненка. Потому что да, есть люди, которые любят готовить, например, вот это блюдо, готовить, скажем, в собственном соку, не добавляя туда воды. Есть, которые любят готовить, когда очень много воды, и это как первое у нас, как бы первое блюдо. Мы возьмем средний вариант. Чуть-чуть воды, но, в основном, все это будет в своем соку. Я как раз немножечко подготовился насчет мяса, насчет баранины. Вы знаете, что я узнал? Очень будет интересно. Оказывается, от баранины образуется хороший округ. От основного организма, да, хороший округ. Далее, мясо баранина способствует тому, что есть люди, у которых организм плохо обогревается. Так вот, она придает теплоту, и еще самое интересное, и самое возможное, главное, выводит лишние ветры из организма. Не зря я все-таки люблю именно баранин. Это мое самое любимое мясо. Будет хороший округ, теплый организм. И, кстати, мясо ягненка более сочнее, нежели мясо взрослого животного. Конечно. Надо, конечно, стараться врата ягненка. Кстати, хашламу еще готовят из мяса молодого теленка тоже. Это второй вариант. Кто не любит баранину, например, есть люди, которые как-то им не нравится специфический запах баранины какой-то, все какие-то свои дела. Они делают это все, скажем, из телятины. И, кстати, добавляют в самом финале уже подготовки этого блюда, в самом конце уже целые картошки вот такие вот подбрасывают, когда уже готово почти. Картошка-то быстро разваривается. Да. Но мы будем делать без картошки. Без картошки. И, кстати, это очень правильно. Почему? Потому что картошка с мясом не совсем сочетается. Зато я вижу, далее к этому блюду идет огромное количество зелени. Нам нужно очень много зелени. Геннадий Петрович, я заранее предупреждаю, потому что зелень дает особый аромат уже готовому блюду. Ну, мы вначале его тоже, сейчас первое, с чего мы начнем, это мы начнем разрезать эту зелень. Давайте, я уже приступаю к зелени. И у нас на дне должна быть зелень. Подушка из зелени. Да, такая, такая, подушка из зелени. Все, очень точная. Я режу укропчик. Нормально? Давайте, а я возьму, есть ли у нас этот самый петрушечек. Петрушечек лучше, самое основное. Кинза, петрушка. Вот она, петрушки огромное количество. Ну, как много ее, да? Смотрите, сколько надо, столько и берите. И должен я сказать, что, когда мы используем зелени мяса... Слушай, я не могу такая большая... Ничего, ничего, ничего. Как там это? Ага. Зелени с мясом, зелень с мясом используем, то мясо лучше переваривается и усваивается. Она не дает никаких вредных там последствий для организма. Потому что, когда мясо и картошка, мясо и хлеб, ну, это тяжеловато просто-напросто. Нет, ну здесь... Все развязать? Геннадий Петрович, ну, в принципе, наверное, все, потому что у нас будут две волны. Две подушечки мы сделаем. Две волны? Да. Одна в начале, а другая в самом конце, когда мы уже все приготовим. Нет, Карен, неправильно говоришь. Одна подушечка, а другая одеяльца. Одеяльца, точно, да, точно. Одеяло уже в финале. Это хорошо. Ах, какой... Вот зелени много не бывает. Много бывает, к сожалению, помидоров. Вот здесь надо быть очень осторожным. Потому что помидор... У нас как раз один помидор. Вот один помидор, я думаю, что нам будет достаточно, мы его кольцами нарежем, колечками. А почему много помидора нельзя? А, знаете, он придает блюду особую какую-то кислоту. Оно становится кислым. Вот тут надо быть очень осторожным, чтобы не была такая кислятина у нас не получилась, потому что все же надо в соку. А вот перчика можно и переборщить, немножко вот такого болгарского перчика, он своеобразный запах. Ну, давайте я попробую вот сейчас уже. И, кстати, а почему болгарский перец? Болгарский перец такой нейтральный продукт, который подходит и для мяса, и для хлеба. И более того, содержит такие внутри себя биологически активные вещества, которые дают нам крепость ногтей, эластичных суставов, сосудов. И даже красоту волос, правда, у меня уже выпали. Но ничего, то, что осталось, очень красиво зато. Не сомневаемся. Ну что, Геннадий Петрович, нам надо совсем немножечко. Вот половину того, что вы нарезали, мы можем уже положить сюда. Кладем. Давайте вот так. Душица. И, кстати, еще что интересно заметить, вот эта вот, как бы сказать, подушечка будет способствовать тому, что при варке она будет вот эти все эти дух разрыхлять мясо, делает его более таким нежным. И мы еще туда будем, вот сейчас давайте, мы будем еще туда добавлять, не забывайте, овощи. Да, давайте, давайте. У нас будет еще целый лук, мы забросим сюда. Хорошо. Я думаю, что уже вот это достаточно нам будет пока. И остальное мы оставим на потом, на финал. И можем потом немножечко, сейчас зелень немножко откидывать. Что сейчас нарезаем? Значит, сейчас мы нарезаем мясо уже. Ну давайте. На подушечку мы первонаперво кладем мясо. Вот как его надо нарезать. А вот видите, у нас очень удобно здесь все прямо показано, Геннадий Петрович. У нас здесь есть вот и такой патронтаж. Ребрышки. Да, вот эти ребрышки, вот как раз вот они уже, видите, отмечены у нас, где, что и как резать. 14 лунные сутки. Инергетика лунных суток постоянно возрастает, и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние прерывного действия Луны, а не собственная потребность. Питание шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровьица и до новых встреч!